Фильм Литвяк Фильм Литвяк Фильм Литвяк Фильм Литвяк Фильм Литвяк Фильм Литвяк Во-первых, таких самолетов нет. Казалось бы, это достаточная причина. Однако, если бы они у нас были, такие съемки имеют ряд очень существенных ограничений. Это и капризность техники, и требования к погоде. Очень сложные требования к локациям и элементарный риск. Не говоря уже о технических ограничениях съемки реальных самолетов в воздухе. Кое-что, безусловно, можно снять очень эффектно, но далеко не все, что захочешь. Вопрос денег я даже не затрагиваю. Второй и третий путь — это компьютерная графика или комбинированные съемки с использованием миниатюр. Оба способы имеют свои преимущества и недостатки. Оба на равных используются в мире. Но если компьютерную графику мы на должном уровне делать не умеем, то работать с миниатюрами умеем лучше многих. Поэтому нам кажется, что у комбинированных съемок преимуществ больше. Кстати, за рубежом, и в частности в Голливуде, съемки миниатюр — это очень развитая часть индустрии, которая стремительно развивается. И, полагаю, не из-за отсутствия денег или CG-студий. Основное преимущество таких съемок — в быстроте получения готового футажа. Вам не нужно симулировать взаимодействие физики объекта, среды, в которой он находится, и света. Все это можно сразу снять и получить практически готовый кадр, который можно сразу поставить в монтаж. Это очень важно. И очень влияет на режиссуру фильма. Потому что, когда много графики, режиссеру приходится снимать куски, зачастую вырванные не только из монтажа, но и вообще из пространства истории. В общем, миниатюры. Значит, нам нужны модели самолетов. Самое простое — купить сборные масштабные модели и адаптировать их для съемок, как мы все время сделали это с немецкими танками. Но не тут-то было. Если, скажем, «Фоккевульф-190» можно купить в 18-м масштабе, и это хороший масштаб, то «Мессершмитт» уже можно купить максимум в 24-м. И это тоже приемлемо. Но Як-1 начинается только от 48-го. Это вот такой самолет. Одновременно с поиском стоковых масштабных моделей мы начали поиск и моделей самодельных, в частности, радиоуправляемых. Но и с этим оказалось все не очень просто. Впрочем, одну интересную модель мы нашли почти сразу. Встроил ее выдающийся и очень заслуженный авиамоделист Андрей Васильевич Разборов. И что самое интересное, строил он свой самолет в Саратове. Помните, я рассказывал вам про нашу поездку в Музей воинской славы? В тот раз мы познакомились с Андреем Васильевичем. Он строил копию Як-1Б в масштабе 1 к 4. На тот момент самолет был еще в разработке, но все равно поражал воображение. Иметь такую модель для съемок, конечно, было бы очень здорово. И даже, наверное, необходимо. Кстати, стоимость такой работы с трудом поддается определению, потому что подобная разработка — это труд высококлассных специалистов, помноженный на очень большое время. И нам это все еще предстоит. Вот для этого нам нужны средства, которые мы собираем на нашем сайте. Мы рассказали Андрею Васильевичу о нашем фильме, и он выразил согласие помочь нам в съемках и предоставить свою модель. Но на тот момент самолет еще был не готов, и сроки готовности были еще очень расплывчаты. А нам нужно было снимать тизер. Впрочем, еще до поездки в Саратов Артем познакомил нас с еще одним удивительным человеком — Владимиром Истошиным. У меня даже не поворачивается язык назвать его моделистом, потому что, по-моему, он человек, одаренный всесторонне. Но авиамодели как минимум его хобби. Узнав от Артема о нашем проекте, Володя загорелся и решил сделать самолет Лидии Литвяк в масштабе 1 к 16. Кстати, о масштабах. Для съемок миниатюр используются разные масштабы. Большие масштабы хороши там, где требуется, например, настоящая физика среды, скажем, для морских сцен. А в том случае, если такой задачи нет, гораздо удобнее воспользоваться сравнительно небольшой моделью. Это делает пространство, в котором вы снимаете, компактнее. Кроме того, его гораздо легче осветить. В нем на меньшее расстояние нужно перемещать объект и камеру. И все это в конечном итоге влияет на скорость процесса съемки и, соответственно, на стоимость. Так что масштаб 1 к 16 на сегодняшний день для нас выглядит универсальным. Володе предстояло сделать модель, которая была бы пригодна даже для съемок крупных планов. Уметь летать от нее не требовалось, но детали должны были выглядеть как настоящие. Часть деталей Володя изготовил вручную, а часть при помощи самодельного станка с ЧПУ. Вся работа заняла около 4 месяцев. Когда самолет был собран, Володя отдал его в покраску еще одному чудесному мастеру, Геннадию Долганову. Дело в том, что любую, даже самую замечательную модель легко испортить на этапе покраски. Артем вместе с Геной углубились в материал. Голубая А7, черная А6, зеленая А4, 11-12 серо-голубой темно-серый, интерьер А14 стальной серый, потом, по-моему, А2 это красный на звезды. Кроме того, на модели надо было сделать характерные потертости и загрязнения, чтобы самолет выглядел живым. В общем, на мой взгляд, Як-1 получился очень здорово. Сейчас я вам покажу. Но для тидера нам нужен был еще и мессершмитт. Но с ним было немного проще. Как я уже говорил, мессершмитт можно было купить в 24-м масштабе. Так мы в итоге и поступили. Мы купили сборную модель фирмы Трумпитер. Затем Артем и Гена вместе ее собрали, установили в нее электромотор, затем выбрали вариант окраски, ну и потом Гена его покрасил. Данный борт брался по одной из фотографий. Делать решили именно его, так как в победах Лидии Литвяк значится мессершмитт именно Г-2 и бортовой черная 8. К нами была найдена фотография нескольких машин из этой эскадрильи. Как раз на заднем плане стояла машина с черной восьмеркой. Камуфляжная схема обралась соответствующая данному периоду. То есть, нижние поверхности и боковые – это РЛМ-76, светло-голубой, хеллоблау. Камуфляж на крыльях и фюзеляже сделан так называемый ломаный, с четкими границами. Он состоит из пятен цветов, соответственно, РЛМ-74 Грау-Грюн и РЛМ-75 Грау-Виолет, то есть серо-зеленый и серо-фиолетовый. На бортах также этими же цветами сделан так называемый мотлинг. Камуфляж из мелких пятнышек, который наносился распылителем уже на каждой машине индивидуально. Поэтому он сделан так довольно хаотично, что местами не залезают на основные пятна камуфляжа, что, в принципе, отражает реальную ситуацию. Также здесь накрашены элементы быстрого опознавания, желтая полоса вокруг фюзеляжа, желтая нижняя откидная часть капота и желтые законцовки крыльев. Делалось для того, чтобы в бою было проще опознать машину своей части. Так у нас появились модели. Но дальше самое интересное. Теперь эти модели нам предстояло снять. Но об этом я расскажу в следующий раз. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok